Всем привет, ребятушки, с вами Андрей Ченд, а это ваше любимое шоу «Дорогаем убиваем детей». Итак, ребята, новый выпуск. Родина киян Головецких. Батько Андрей, 34 лет, менеджер. Материна, 31 лет, руководитель курьерской службы. Вот, а прямо там руководитель всех. Таня, 7 лет. У батьков разные взгляды на выхование сына. И это главная проблема семьи. Разное воспитание детей. Мама, можно, чтобы ты меня покормила? Быстрее, пока папы нет. Давай-давай, окуняйся. А мама типа растит маминого сыночка, да? Сам сел и поел. В левой руку, так левой ешь. Ну, как вы, ребятушки, понимаете, папаша хочет сделать из ребенка настоящего мужика. Ты обещал тарелки мыть? Ну, сейчас. Мы же вы не из тарелок ели. Мы тебе купим корыто, тогда будешь, как свинья. Ой, я чувствую, утрешно до порядка насвишты. Я повторять не буду тебе по три раза, одно и то же. Мужчины не плачут, а ты плачешь, как девица. Что ты меня доводишь? Часто батько глузует с хлопчика. Смеется. Ну, мой маленький. Ну, пожалуйста. Мой сыночек. А ты не кто? А ты конь в пальто. На меня это не действует. Я же тебе не мама. Он знает, что если он меня слушается, то... Не так физически, я не пью его там, не сказал бы там. Он боится, что я буду недоволен. Я его морально убиваю, да? Он боится, не скроет. Перегибает Андрей палку немножко. Конечно, в душе злюсь на него. Можно даже сказать, иногда ненавижу. Не хочешь есть? Давай на выход. Самые разные взгляды на сыновое выхование причиняют большинство семейных конфликтов. Ни телевизоры, ни компьютеры. Папа уходит, потому что мы покушаем. Ай! Зачем ты так делаешь? Ну, ты опять ставишь под сомнение мои слова. Нет, мы покушаем. Ты говоришь так, Даня, до одного места, что папа сказал, мы сейчас делаем... Нет, я говорю, папа уходит, а мы покушаем. Для него все выглядит именно так. Ты сразу после моих слов говоришь слово. Нет. То есть ты ему покажи, что ты не согласен. Надмирная любовь Ирины до сына распочалась из самого моего ребенка. Пологи были очень сложными. Впродолжь добы женщина лежала под крыльницей. Восемь врачей было. Я вот сутки рвала, 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 рвала. Чтобы вы понимали, мама настолько злюбила ребенка, что она вообще от него даже на шах не надходит, ему жопку лежит. Видно, когда родила, что ты там какая-то завилена у меня или извилена, там что-то случилось. И я такая очень, ну такая гиперзаботливая. Я не могу, я не могу с мужем до конца его оставить. Я вот так хожу целый день как бы. Отдаю в школу, переживаю. Не дай бог упадет, не дай бог пикнет его кто-то. Ну какая-то вот крыша, наверное, съех. И что мы получили в итоге? Пацан в 7 лет практически ничего не умеет делать. Все, в общем-то, за него делает мама. Одевает его, кормит и тому подобное. Он с детства привык, что его кормят, все за него делают. Мы идем, Яна, давайте подъедем, маршрутка, троллейбус. Я говорю, нет, Даня, пешком и все. Он начинает, Ира, ну ему ж трудно, он еще устанет, не дай бог. Ну, я говорю, он создан для того, чтобы вставать. То есть вместо того, чтобы спать со своим мужем, она спит с ребенком, а муж спит отдельно, да? Зазвичай спит у дитячей кимнаде. Через такую над достатню мамину опіку Данило росте невпевненим у собі. Видишь, не получается. У хлопчика часто змінюється настой. Він плачет через будь-яку дрібницю. Что-то не нравится за слезу? Не выиграю, я же не умею играть в шоколады. У Данила є зайва вага, при цьому мама занепокоена, что сын мало есть. Да, нет, кушаю. Лишний вес. Женка не звертає уваги на те, що він перебуває апетит солодощами. Заедается сладким. Більше того, сама ж його і підготовляє. Да. Я завтракаю. Потім мені дають тарелочку яїчок і колбасу. Перед дужином у нас полудник. Маючи надмірну вагу, Данило ніколи не займався спортом. Він жодного разу не може підтягнутися. Ірина ні на крок не відпускає від цього патана. Спортом пацан не займається. Він хлопець виключно з мемою. Штани підтягни. Прогулки з мамашей. Ты куди пішов, Дань? Ну так получается, що пацан не особо-то хоче гулять з мамою. Он хоче в основному играти з своїми сверстниками. Проблема в тому, що вони з ними хочуть играти. Данило прагне змінитися. І мрікувалася стати супергероєм. Але що він обирає? Звичайно мамина турбута чи супер-батькова бачка? Я б хотів, щоб я був дуже особливим. Щоб я все вміла. Щоб мене все любили і вважали. Мама боїться, щоб він не вибачився. Хоча я їй кажу, що вибачки без них нікуди. Йому більше треба дати самостоятельність. На родину Головецьких чекають важкі випробування. Ми тебе будемо готовити, а ти тільки будеш кушати. Ох, я чувствую, що збуджавський. Як? Юлічка? Дай Юля, успокойся, не переживай. Юлічка? Дебію. Чи дійдуть батьки згоди щодо виховання сина? Чого ти ділаєш від, що якобуто я з тобою не розмовляю? Не розумію. Стопився. Включи йому телевізор, дай йому хот-дог, пусть жрє. Свин'я, бляд. Я не розумію, нахрена ми це все затеяли? І я вважаю, що тут йому не місто. Встал, не хочеш, нахрена, пошов. До яких наслідків призведуть нові методи. Ух, випуск. Ну що, хлопці, починаємо. І все одно, що парню потрібно пройти медицинське, фізичне і психологічне обслідування. Результати виявилися невтішними. Через неправильних хрючувань у хлопця порушена робота жовчного міхура та збільшена підшлункова залоза. Ну, чесно, це не странно. Це повинен зберігати до гастриту чи навіть виразки шлунку. Проблема жовтка. Висновані тренера Ігоря Обуховського виявили проблеми з фізичним розвитком хлопця. Давай. Фізичні нагрузки. Два. Ось так. Раз. Давай. Полностью згибай. Слабенькі ручки, конечно. Тестування показало, що у Данилі плохо развити мышці рук і мышці верхнього плечового пояса. Он не змог отжатися ни разу, і поправжнення для прессу далися йому дуже тяжко. Основна проблема у мальчика – це зберігальний вес, і йому потрібні регулярні занятия спортом. Ізменить раціон питання і виключить жарені продукти і сладке. Привіт. Психолог. Тести психолога Вікторії Люберевич Торхової показали, що психоемоційний розвиток Данила не відповідає його віку. Проблеми з розвитією. Так я більше хочу сам себе кормити з ложечки. Данил прекрасний ребінок. Во всех своїх неудачах Данил буде обвинять прежде всього маму. Ну що, ребятушки, давайте со всім цим розбираться. Що, в общем-то, скажуть наш ведущий Дмитрий Карпачев і як будемо решати проблему в цій семьі. Дмитрий Карпачев. Дмитрий Карпачев. Дмитрий Карпачев. Діля. Дмитрий Карпачев. Дмитрий Карпачев. Что вам мешает делать то, что правильно? Ребенок плачет. Ну, это любая мама как бы, то есть не воспринимает это. Ну, мне тоже не нравится, когда мой ребенок плачет. Но нужно же отдавать себе отчет. Ну, сажала, что вам в сраку не лизать. Правда ведь? Ну, да, вот. Так как я с этим справиться не могу, то есть и мы обратились к вам. Пришла к вам, да? Помогите. У меня сейчас будет для вас волшебная формула. Вот вы ее будете произносить и все сразу изменится. Да, вы этого ждете? Да. Нет. Не лежите ребенка в сраку. Для вас какая-то подсознательная забота о ребенке гораздо важнее его перспектив. Гораздо важнее того, кем он вырастет. Ему 8 лет. А тем не менее, вы его кормите с ложечки. Вы все делаете за него. В итоге кем он вырастет? Скажите, это правда, что он до сих пор ходит в туалет с вашей помощью? Ну? Серьезно? Она ему 8 лет в жопу потирает? Иногда да. Иногда да. Да, это правда. Но горько это признавать, конечно. Вы настолько любите... Офигеть. Восьмилетний пацан ходит срать с маминой помощью. ...что вы просто мешаете ему жить. Нет слов. Наверное. И вы находите крючу всяких оправданий. Маленький, плачет, время неспокойное. Вы делаете все для того, чтобы он у вас не вырос нормальным мужчиной. Согласен. Давайте я вам покажу, как он будет выглядеть, да? Каким будет ваш сын в 40 лет. Возможно, это будет для вас толчком. Давайте посмотрим. Прямо вижу счастлив в жизни. Ну, пока его страшным не делают. Знаете, как бывает прям вообще страшным-страшным. Бывало и хуже, скажу так. Согласитесь. Ну, как вам, красавец-мужчина в полном расцвете сил? Такое. На папу похож. В ситуации что-то не он решил быть таким. Что-то вы его делаете таким. Вы убиваете своего ребенка. Самое интересное, что вы его любите. Должен падать и приобретать опыт. Должен падать, более того. Должен выходить на улицу, ошибаться, получать по носу от одноклассников. Давать по носу. У вас же парень, не глупый. А вы его превратили, даже не знаю во что. В растение. Что во что, блин? Ну, я думала, что, может, это лучше, как бы. Теперь вижу, что нет. Ну, что ж, давайте пригласим вашего сына и ознакомимся с первыми правилами. Давайте. Давайте. Привет, Данил. Здравствуйте. Данил, как ты думаешь, зачем мы здесь собрались? Чтобы решить наши семейные проблемы. А какие есть у вас проблемы? Ну, реально, пацан, не тупой же. Думаю, что папа очень много кричит. Мама очень заботлива ко мне. Ну, согласитесь, пацан 8 лет, но смысл проблем уже понимает. А с себя я хочу снять поменьше веса. С этим и поработаем. Первое правило, я думаю, тебе понравится. Оно называется... Спорт? Все сам. А, нет. Наконец-то ты станешь самостоятельным человеком. Будешь сам заправлять постель, убирать в комнате, сам кушать, складывать свои игрушки и вещи, сам одеваться. Здорово? Да. Согласна? Это хорошее правило. Принимаем. Правило номер два. Еда на пользу. Кушать теперь нужно будет... Правильное питание. Правильно. Не кушать? Стандартное правило в основном. Шоколадки, пирожные, чипсы, газированную воду, торт тоже, думаю, пока тебе есть не стоит. Согласен? Да. Понимаешь, зачем нужно? Угу. Здорово. Правило номер три. Супергерой. О! Ну и спорт, короче. Данила, это правило касается тебя. Я знаю, что ты... На карате? ...стать каким-то супергероем. Верно? Да. Пора начинать. Я отправляю тебя на занятия восточными единоборствами. Ну ладно, может там карате будет, не знаю. Ты научишься постоять за... Мамаша, о боже, это что, его палкой будут хлепать или что? Не, я его так не отдам просто. ...себя. В твоей жизни появится физическая активность, которая поможет тебе вырасти... Мамаша в шоке. ...красиво. А главное здорово. Со своей стороны я приложу максимум усилий, помогу Ирине во всех начинаниях, ну сыну, соответственно, тоже. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Ну, начинаем. А я вас жду через неделю. Ой, будет весело. Всего доброго. Ну что, ребятушки, наша семейка получила правила и наступает первая неделя. Первый день и первое порушение правил. А спят они так опять, да? Не знаю, что на критику ведущего Данило прокинувся в матушину малишку. Я не могу понять, что это за семья, почему они не спят вместе. Ну согласитесь, нормальная семья, муж и жена спят вместе. Мужик спит отдельно, мамаша спит с ребенком восьмилетним. Я хочу. Значит, что-то не так в этой семье. Согласны? Батька настолько вразили зауважение Дмитра Карпачева, что на час проекта он взял отпуск. Постель застилай. Даня. Даня. Ну. Не ну-ка, я постель застилил. Я застил все постели застилил. Ты там спал, а не я. Мати не втручается у суперечки батька та сына. Аби уникнути конфликту, вона шмутко шутка и пустит. Мама начала молчать. И поспехом збирается на работу. Бежала я. Все. Слушай, папа, я так понимаю, задача папы это сделать из сына мужика. Будем зарядку делать. Начинаем. Одновременно поднимаемся они сначала плечи, а потом попу. Вы понимаете, в чем проблема? То есть папаша вместо того, чтобы как-то воодушевлять ребенка, да, делать вместе с ним какую-то зарядочку, еще что-то. Он просто сидит и смотрит. Вот это одновременно. Да это у тебя не отжимание, это у тебя какие-то... Все, пацан понял. Спасибо, папа. Все, завершаем. Не будем бороться. Будем. Только надоело отжиматься. То ли я неправильно. У меня все правильно. Так разогрел отжиматься? Не хочу я. Мы отказываемся, да? Ну я согласен. На самом деле, папаша мог бы поддержать бы ребенка. Он же начал это все делать. Начал. Но не поддержал. Неправильно папа поступил. Все, мы прекращаем проект. Так? Да. Ну пошли тогда мясо будем есть. Самый день. Ешь. Не думал, что так быстро ступишь назад. Ну ладно, давай. А что, мясо жрать нельзя ему? Первый раз прощается тебе. Не буду я ничего тренироваться. Но сегодня уже не будет тренироваться. Слава богу. На снеденок, звичайно, перлова каже. Перловочка. Кушать подано. Иди сюда, сынок. Дань, твоя любимая каша. Кушать. Ну пошли хоть попробуешь. Я не знаю. Не хочу пробовать. Все равно невкусно. О, смотри. Что это за гадость? Садись на свою. Какая гадость? Это полезные продукты. Даже оно пахнет плохо. Ничем не пахнет оно. Пахнет плохо. А плохо пахнет, это когда ничем не пахнет. Так правильно, полезная еда. Но ничего тебе не. Взяла бы в тарелку. Жира в нем нету. Давай, вот уже. Жирее сказал. Лицо, если что, понял? Каша вкусная, попробуй. А теперь ты поймешь, почему все здоровые люди такие злые. Папаша объяснил. Соли? Соли. Давай. Помешай. Давайте, вы спрашиваете, вы спрашиваете, что я такой злой? Я просто питаюсь правильно. Фу. Соли вкусно. Соли хуже, да? О, пошло яблоко. Сейчас блеванен в тарелку. Кажи себя в руках. Я боюсь, не съем. Да давай еще четыре ложки. Нет, спасибо. Кормить тебя. Кормить? Ну, пап. Я просто не могу есть. Мне тебя с одной стороны жалко, но с другой стороны надо. Есть такое слово. Надо. Ну, это половина. Три с половиной. Эту кашу жрят и рыгают, ребята. Ну, блин, я вообще не еди, вас вообще ни в какие, блин. Пацаны, вы отманал я вашу перловку. Жрите ее сами. Я почти все перловку съел. И с яблуком она была такая вообще. И с солью она безвкусна была. Я хочу вернуть опять тоже питание назад. Чтобы мы тонкими были, а не толстыми. Чтобы нам наоборот разрешали есть вредную еду. Итак, ребята, в общем-то завтрак прошел. Ну, как сказать, удачно. Как прошел, так прошел. И наступает время, в общем-то, свободного отдыха. На улице. Покажи. Слови мяч. Лови сразу на лету. Не отворачивайся. Смотри, как он летит. Небось, он ничего тебе не сделает, этот мяч. Ты отворачивайся и поэтому смотри, что ты делаешь. Бросай. Ты его не видишь. Когда он подлетает, и нужно ловить, и на него, смотри, ты отворачиваешься. Я буду специально в лицо бросать. Я сейчас тебе морду мечом разобью, понял? Ты не перестанешь бояться. Он потолошок. Трапок сьел. Бля, что у него с руками малой? Ты что, хватать не умеешь? Бери. Ты пересрал уже. Смотрите, он вообще реально мимо. Случайно поймал. Не в даче сына дротует, батька. Из-за места, ты с ним разрываешься. Я тебе сказал, что накажу сейчас. Пошел в бивново. Это случайно. Слови мяч, повторяй тебе. Слови мяч. Я повторяю последний раз. Сам играй. Не, ну жалко немного малого. Согласен, папа немножко жесткий. Но малого, согласитесь, тоже угарный трындец. Ну, неправильное воспитание. Хорошо, хоть не в малого плюнул, знаете. Это вообще было бы жаль. Ребят, вы вообще довольны проектом? Дорогая, мы убиваем детей. Это не сон. Это реальность. И вы ее смотрите. Черт побери, поставьте лайк под видео. Я просто хочу видеть, что реально люди ждали этого. Вот, вот, нажмите сейчас. Хочу видеть, насколько много людей рады проекту Дорогая, мы убиваем детей. Вот, не поленитесь. А, папаша решил дальше, да? Перелазь забор. Перелазь забор? Фу, блядь, знаете, думал, сейчас перелезет носом туда. Хола! Ну, пацаны, чуть-чуть не получилось. Я случайно отбил. Я хотел слез... Видите, он так перелез, там забор ошпагнулся. Действительно, почему-то отбил. Я боялся, что мне мяч в лицо попадет. Он обижается, уходит в себя. То есть, он исполняет это, но он урок из этого не извлекает. Он исполняет чужую волю. Он не понимает, что это для него... Прежде всего, он сам должен к этому стремиться. Это для него важно, а не для меня. В общем-то, сынок с папой вернулись домой, ну, не в лучшем настроении, и провели остаток дня в разных комнатах. Да. Новый день. А, нет, мама вернулась. Так, сынок, я тебя снова воспитываю. Лишние игрушки в коробочку. Поломанные, выбросить. Ира, села в кресло. Отдыхает мама. Давай, да. Берешь пакет и... Ира, села в кресло. Ира уже опять в ящике роется. Складываешь игрушки, которые тебе не нужны. Повторяю. Ты взял пакет и складываешь игрушки, которые тебе не нужны. Повторяю. Ой, сейчас чувствую, что-то будет. Пакет взял. Я не кричи. Я не вижу действий, что ясно. Андрей, ну подожди, мы вывалим. Чего ты? Все, Ира, садись, пусть сам. Сам решаешь. Папа не обращай внимания. В коробку. Не командуй. Я тебе не раб. Правильно. Не раб, не раб, заячка. Правильно. Не раб. Знаете, такое чувство, что ребенок это просто способ войны мужа с женой. То есть они как бы... Вот кто управляет, то ты главный в семье. Так, ты меня, сынок, слушай. Нет, сынок, ты не раб. Ты не раб. Ты не должен услышать. Да, мам, я не раб. Сам что хочешь, что делать? Всю гитару. Да, мам. Я так решила, все. Нет, она поломана. Я хочу новую. Я мою мужчину. Все, не будет у тебя новой гитары. Какая будет эта гитара в доме, новая, не видать ей, как своих представителей. А то так будет видать, да? Видать будет. Ну ладно, пусть остается. Потом выбросим, когда-то на новую копать. Хорошо. Да. Я, Ира, что мне сделать? Тебя, раз что ли, по жопе хрестать, или что? Положи ее, зачем тебе эта гитара? Но она лежит годами там, никому никто, она никому не нужна. Все годами лежит. Вот, мягкие игрушки все туда прячь. Я хочу ему поиграть. Ты невменяемая, реально, да? Никак тебе нельзя вдолбить. Просто тупо непробивная броня. Даня, Даня, текай. Что ты делаешь вид, что якобы-то я с тобой не разговариваю, не понимаю? Я с тобой разговариваю сейчас. Ох, семейка, ребята, она попалась. Понимаете, в чем проблема? То есть, они просто не понимают друг друга. У каждого есть своя модель воспитания ребенка. А ребенок видит, что просто семья рушится, что мама с папой не находят общего языка. Вечер, не очень все, окей. Все, где вкладаются спать. В разные кровати. Попри правило, Данило знову спатиме с ума. Ничего не меняется. Новый день. Наступный день распочався зі спиранья Данила на айкидо. Та після вчорашньої сфорки в Андріа души поганий настрій. А папа злой. Батько зганяє на синові. Можно так, чтобы мне плититься хоть раз, а? Сел сюда. Что, нельзя чашку взять? Объясни мне. Дрожок, как старик, что ли, или что? Переодевайся, снимай футболку эту грязную тебе. Сколько можно на день тебе футболок одевать? Объясни мне. Три годика тебе, или что? Ты укакивайся. Почему тебе через каждые полтора часа менять тебе футболку нужно? Батько нервует через синову несграбность. Папа очень злой. Но я не могу, если все за него робить мама. Ну, умеешь же одеваться сам? Все? Не инвалид. Ну, идем. Выходи. Так, пошли на айкидо. Сьогодні має здійснитися Данилова мрія стати супергероем. Він прийшов на тренування з айкидо. Пацан стоит вообще отдельно. Думает, нахуй на все, почему еще наваляют здесь? Поки хлопец лише спостерігає за іншим. Адже він не звик спілкуватися з однолітками. Так. Там еще девочка есть. Не вдоволено дивиться на сына. Он очень боится, естественно. Смирится. Папа, еще меню. Рей? Встали. Ложимся на пол, ноги за голову. На пол, легли, ноги за голову. Бегом! А, в этом плане. Встал. Поднялся. Кувырок. Нет, хлоп... Ребят, ну это... Ну, бля, это... Такая физиономия лица. Кувырок, бля, плывал. Пок руками, ладонями, голову прижимаешь, кувырок прижимаешь. Ах, хабуга. Понятно? Головой не бита, встань. Так... Ты, конечно, пацан шла тихо, типа, кувыркнись. О, так вот. Бррр. И лег. А кувырок? А это как? Я присаживаюсь, я делаю кубы рук, и я ладонями встаю. Понятно? Он сейчас еще раз шлепнется. Нет, ты невнимательно смотришь. Вы сейчас пацана покалечите. Делать очень плохо. Ты даже не стараешься, я этого даже не вижу. Понятно на меня? Прыжки твои, смотри на меня. А ты подпрыгиваешь, руки за голову, и ты делаешь большие прыжки. Ясно? Если ты будешь лениться, если ты будешь невнимательным, ты будешь прыгать до конца тренировки. Ты понял? Поехали. Поехали, поехали, прыжки. Прыгай. В следующий раз будешь внимательным. Данила, включай голову, да? И будь внимательным. Вы делаете шаг вперед, разворот, и укладываете своего партнера на пол. Партнер отбивает рукой. Сейчас он завернет, развернет. Делаем, делаем. Просто, партнер, захватывай всего за руки. Данила, прыжки, вперед. Спишь. Зачем отпускать партнера? Пошли, Валерчик, со мной попрыгаешь. Веселее будет. Встал, выпрыгнул. Выше прыжки, выше прыжки. А я вам говорю, ребята. Фух, мать его, за ногу. Нет, Данила, ты не внимательный, стоя. Вы делаете стоя. Даня, еще раз. Я показал захват за руки. Что ты делаешь? Ты спишь или смотришь? Пусти его. Закончили. Блин, это мы пустим. Почему все бегают, а ты еле ходишь, а? Следующее. Мы поработаем над основным базовым движением. Я тебе такое чувство, что он больше не захочется находить. Я вам отвечаю. Айкидо называется Камая. Он сейчас скоро заплачет. В стойку и мы в нее снимем. Велика Камая. Камая? Даня, прыжки. Даня. Иди, чтобы нам не мешать. Конечно. Пацан думает, куда я попал. Я мастер спорта, мать его. Даня думает, пришел на айкидо, думал, тут научусь махаться. Там эти удары, прыгаю, как дебил по залу полтренировки. Данило майже весь час тревает. Андрей радует, что в особи тренера знайшов однодумца в тренинг лиховании. О, боги. Руки за голову. Даня, в чем дело? Ты хочешь все время прыгать. Ты не хочешь учиться заниматься. Мне малого, честно, и жалко, я не знаю. Я испытываю много разных эмоций. Делай то, что я говорю. Сели, сей за. Сел. Еще раз. Запомни, сели на коленях. Если ты хочешь реветь, ты это делаешь за пределами зала. Здесь соплей и слез нету. Ясно? Понято? Ты будешь делать многое тяжело, пока не поймешь, что надо делать то, что я говорю. Ты меня понял? Да. Понятно, хорошо. Тогда посмотрите, что они делают и продолжают. Данило був певен, він швидко зможе опанувати таємнице Айкидо. Проте тренування минуло зовсім не так, як він сподівався. Пацан в шоке. Кож мріє стати супергероем, стає для хлопця все більш недосяжно. Этого супергероя. Все було сложно. Даня, давай мясо. Даня, давай мясо. Идрин, ну не буде мясо режеться. Давай доску сюди. Не хочу. Всегда мужчина приходил домой, приносил оленя на плечах. Я могу порезаться. Часто, ребят, че, че вот оленя еще не приносил? Я могу порезаться. Не, ну пускай, ты порезала. Дадим, безопасно. Все, почитал книжку. Смотри, це странно, це все, що ли? Не хочу рецеться, це уємеца. Ми тебе будем готовить, а ти только будеш кушати і читати. Так получается? Ну це справедливо, як ти думаєш? Якщо ти хочеш кушати також, як все, то потрібно уметь і готовити. Встань от мене! Не, ну все, мать пошла в сваку лизать. Андрей, ну перестань, що ти починаєш про те місо? А вот этот последний кусок, ну? Не хочу. Соберись, як мужик, да порежь місо. А хто у тебе в семьі? Жена буде трезвь місо? Перестань, я прошу тебе, Данил, сядь вовремя, Андрей. Ну що ти довел його до слез? Понимаєте, в какой момент? Папаша, в общем-то, если посмотреть, он хочеть сделать из сына настоящего мужика, то есть у нього хорошее намерение, согласны? Но у ребёнок падає слезы, і мать ему сразу лижет сраку. І нічого не меняється. Юпочку пошить. Будеш в юпочке, в косынке ходить? Волосы тебе отрастим. Режь мясо, пожалуйста. Не надо жарить мясо. Пусть Даня отрежет вот этот кусок. Не хочу, я нічого не язжать. Тогда не будеш кушать. Вера, я не понял, мы, мы... Он ждёт мамы на защиту. Это так, как играть-то. Ну иди хоть смотри, как я делаю, иди. Не хочу смотреть. Не будет из тебя толку никакого, Данила, никакого. Я самого режь. Ну не режь, Юленька. Буду тебя называть Юля. Да, Юля, успокойся, не переживай. Всё будет хорошо. Дебил. Даня! Ты что, решил мне настроение полностью испортить, или что? Даня, ты хватит хныкать тоже. Даня, что такое? Нужны изменения, а не просто игра в изменения. Понимаешь ты это или нет? Скажи ему, не хочу. На, сыночек, масло попей. О, мам, масло, моё любимое. Смотри на на... Ой, то есть Юля, извини. Смотри на буряк похож. Успокойся, Юля. Ты что, вообще тоже со странностями? Ну как, он же с девочками, вот это всё у него, как... Я не буду. Вот, один кусок, один кусок, и всё, будешь как мужик настоящий. Иди сюда. Ну что тебе стоит? Что так трудно идёт это, а? Давай я со мной порежу, Андрей. Та не надо, чтобы ты... Надо, чтобы порезал он. Неужели тебе трудно понять? Ирине не подобается, что батько тисне на Данину. Ох, тяжело у них в семье, реально. Взялися допомогать сынови. Ну, один раз, вот смотри, вот этот кусок напополам, и всё. Вот реально, что стоит ребёнка? Просто резани, да? Ну, вообще, то есть, обычная просьба. Чё он упирается, понятия не имею? Он ждёт мамы на защиту. О, наконец-то, давай. Я хочу эту ребёнку резать. Нет, нет, нет. Давай я покажу всё. С такими... Не так звучит, понимаешь, детей? Давай, нажимай. Бери ножиком сильно. Решет. О, смотри, как классно. Нормально, сразу между волоком пошёл. Мне говори вообще... Барсук. Кто он их? Он же не батюкнул, да? Он барсук назвал? Или то, что не послышал? Ну, вы, шо это такое? О, яйцо. Всё, дай вы. Пошли в вам, боевой мышц. Не хочу. Нормально. Всё, ну, смей-ка, сын. И мужик, в общем-то, недоволен поведением сына, и по факту, на кого он срывается. Да, ребят, на жену. Я не понимаю, на хрена мы это всё затеяли с ним? Только я с ним начинаю, сразу тут, как тут ты приходишь. Всё, защита пришла. Ты представляешь, что ты тут из меня вот это делаешь? Он от этого себя так ведёт, я тебе объясняю, который раз. Он ведёт себя специально так, потому что он знает, что ты придёшь и начнёшь его защищать сразу. Ты не должна вмешиваться, понимаешь или нет? Ты нарушаешь авторитет меня, как отца мой, мой авторитет. Можно объяснять, а не ругаться, там, как-то, не знаю. Можно же словами красиво всё решить. Мамине бажание приготовить корисную и вкусную страву закончилось грандиозным провалом. Про вечерю усі уже забули. Словалец, сиди и читай. Может, что-то прочитаешь там. Там, смотри, про героя всяких пишут. Червячок настоящий герой. И не хотел, но пошёл и сделал геройский поступок. А ты никогда не станешь супергероем. Ты будешь толстяк. Теперь будет у тебя, кличка толстая у тебя будет. Чё, отстаньте! Знаете, ну я согласен. Папаша такими методами, конечно, ребёнка не мотивирует стать нормальным. Но это просто здесь идет семейка, согласитесь. Согибает Андрея Павловича. Что мама, что папа по-своему. Конечно, в душе злюсь на него. Ребёнок тоже кадр. В некоторыми моментами. Он уже понял, что можно и отлынивать. Опять у него заступников. В итоге опять папа с рогами рисуется. Очень плохой человек, вспыльчивый, всё такое вообще монстр. Я просто монстр. Все прекрасные, а живём как в заднице. Извините меня за выражение. Я практически как не его отец. Я получаюсь как просто приглашённый. Надо, тут я, там, гвоздь забить, папу давай забить. И как только какие-то решения принимать, сразу у нас куча самых главных. Папа, до свидания. Перший тиждень в родине Головецких минув напружено. Так что, всё, завершаем. Первая неделя завершилась. Данило не витримует навантажения. Захватывай всего за руки. Данила, пошли, ты делаешь плохо. Ты даже не стараешься. И сперечается с батьком. Та головне, Ирина и Андрей, ніяк не могут дойти сгода, что до синего готова. Ирина, Карпачёв, как будто я с тобой не разговариваю. И что мы сделаем? Чи сможет вони подолати ци труднощи? Итак, давайте подводить итоги. Ирина, Андрей, как дела, да? Как прошла неделя? Не ожидали мы, конечно, что будут такие сложности. Какие? Ну, всё-таки ломается наша устой, скорее, с Ирой. Мне не нравится, что папа как-то больше такую агрессию проявляет. Маленькие конфликты у нас с супругом на этой почве происходят. Я всё-таки по старым методам больше. Я сам замечаю за собой. Давлю на него, и это чувствуется, и он уходит в себя больше. Результат аннулируется сразу. Я не думаю, что ребёнок в 7 лет должен уже как бы уметь резать, тем более, мясо, вот. Ну, папа вот всё... Ну, где-то лет в 15, в теории. Ну, я думаю, что можно пытаться, да, вот в 15. Ну, потираться ли с лет 12 надо учить его, да. Так, и он стоял на своём. У вас должна быть единая позиция, общая позиция. Вы должны выступать с единым фронтом. Маленький такой стоит с этими слезами, и я как-то вот, оно у меня сразу забывалось. Он просто не понимает, чего от него хотят. Отец хочет одного, мать совершенно другого. Он разбросится, не понимает, что делать. Я в мыслях знаю, что вот надо поддерживать. Но я же вижу, что он расплакался, и все. Ну, я всё, я ему сразу в страху так... Он так вот делаю, и я всё, я больше не могу, не знаю, что с собой делать. Как вата, раста. Держите себя рука. Как вата, блядь. Ты больная на голову. Просто показали ребёнку, что, в принципе, авторитет отца – это вещь такая, весьма условная. И если что, можно всегда попросить помощи у мамы. Ребёнок даже в мыслях не должен уметь, что он может принимать то одну позицию, то другую, в зависимости от того, когда ему выгодно. Он должен знать, что если это решил отец, мать поддержит. Если это решила мать, отец поддержит. Если вы хотите своему ребёнку нормальной, полноценной жизни, дайте ему сформировать личность, не хитрую, а сильную и целеустремлённую. Иногда вы не можете понять, как ещё аргументировать ребёнку, что нужно делать. И что вы тогда делаете? Кричать начинать, ну, давить на него. Ну, это не аргумент. Согласны? Ну, я вот в тупике и всё, я не знаю, что у тебя, как выйти. Конечно. Авторитет – это не человек, которого боятся. Это человек, которого ценят и уважают. Оскорбление – это не метод воспитания. Я понял, о чём вы. Вы называете ребёнка как? Юлечка. Зачем? Если вы хотите воспитать в нём мужчину, говорите о том, что он мужчина. Если вы хотите воспитать в нём девочку, говорите, что он девочка. Будьте сдержаны. Подталкивайте его, хвалите его, поощряйте. И он тогда воспрянет духом. Даже когда у него что-то не получается, даже когда он что-то делает не так. Молодец, здорово, а теперь сделай ещё вот это вот. Подбадривайте его. Хорошо? Да. Договорились? Да. Давайте пригласим вашего сына и ознакомимся с тремя новыми правилами. Данила, привет. Здравствуйте. Как дела у тебя? Я ел сам. Класс. И даже одевался сам. Молодец. И сегодня сам оделся? Да. Готов услышать новое правило? Готов. Тогда давайте познакомимся с новыми правилами на эту неделю. Что же им зададут? Спортивное воспитание. Он уже сходил раз. Ещё раз. Я бы хотел, чтобы вы подали сыну личный пример. И научили сына гребли на байдарке. Айкидо уже всё типа закончилось? О, круто. Здорово. Здорово? Да. А там же два места. Как же они без меня? Я же буду переживать. Даже если вывалится, ничего страшного. Как вывалится? Спасательный жилет. Это правило, я смотрю, не только пойдёт на пользу вашему сыну, но и вам. У меня уже мурашки. Пора научиться доверять отцу вашего ребёнка. Доверяй папе. Правило номер два. Вкус к жизни. Добавим перчика. Специи. Да. В жизнь вашего мужа и в вашу. Мне кажется, вы настолько увлеклись воспитанием сына, что в каких-то моментах вы, в общем-то, потеряли вкус к этой жизни. Андрей, Данил. Что? Я бы хотел, чтобы вы с папой сделали маме сюрприз. Сюрприз для мамы. О, давай, сделаем. Подробности в этом конверте. Так, враните. Вы его сейчас не вскрываете. Давай мне. Маме не показываете и вообще не говорите. Трепещи, мама. Правило номер три. Время взрослеть. Ирина, ваш сын стал более самостоятельным. Но, насколько мне известно, у него есть еще какие-то проблемы в коммуникации со сверстниками. Вот для того, чтобы он научился общаться с ребятами своего возраста, он отправляется в лагерь. О, я думал, это весело будет. Здравствуйте. Вы что, ребенка в лагерь? Да побойтесь Бога. Никогда в жизни. Где ребенок в лагерь? С детьми гулять? Нет, только со мной. Не, мамаша реально больная. В принципе, он может не поехать в лагерь. Но вы должны сейчас выбрать. Либо он едет в лагерь, либо он вырастет безвольным, безинициативным маменькиным сыночком. Да, я согласна. Ты мой пупчик, ты мой... Больная мамаша, ребята, больная. Смотрите на нее. Вот реально, согласитесь, у мамаши проблемы с головой. Мать ее за ногу. Ребенок просто страдает от мамаши. Папаша, в общем-то, нормальный. А вот мамаша больная на голову. Это диагноз. Ченд видит. И вы видите. Я убежден в том, что вы его просто не дооцениваете. Смогу, если буду под лагерем сидеть, где-то там с трубой или с гиноклем подглядывать. Я смешу, вы уже начали нервничать. Да она больная. Карпачок скажет прям, вы больная. С зимовкой. Представляете, здорово, что вы его так любите и так о нем заботитесь. Ну, пришла пора. Здорово. Карпачок, нахрен ты и срак улишешь? Так хреново, что она так его любит. Чересчур. Ты говори правильными словами, а не ты ей тоже в жопу лежишь. Типа, как сказать так, чтобы красиво было. Здорово, что вы так любите. Ну, вы просто больная как бы на голову. Не могу это вам сказать, потому что телевидение. Очень здорово. Вот таким, уменьшать контроль. Да, это, конечно, для меня в этой неделе удар. Ну, пожалуйста, мама, можно? Пацан хочет сам меняться. Хорошо, давайте попробуем. Здорово, что вы понимаете важность этого шара. Не понимает она. Здесь вы найдете более подробные информации. Где ты Карпачок видел понимание в ее глаза? Ну, а я вас жду через неделю. Итак, ребятушки, наступает вторая неделя. И начинаем мы с того, что папа с сыном начинают готовить сюрприз для мамы. Читай. Лёва! На подготовку сюрпризу батько Ташин матимуть деколька дней. Деколька дней. Андрей и Данила, на этой неделе вы должны разучить романтическую лати... на американскую песню. Одежность, подходящую по стилю одежду. Вы должны исполнить эту песню даем для мамы. Удачи! Латиноамериканскую песню. Выбираем песню. А как вообще называются вот эти, которые кавалеры поют дамам под балконом? Как серенады. Серенады. Золотого. Да, ты будешь... О, вот это бомба, да? О, вот еще помнишь из фильма? Ты, наверное, не видел. и не створи не дивная дивная диана ты стоишь так сбоку понял и на маракасах бою а я играю я докажу я докажу я докажу я докажу я докажу любые и клиана лучше чем это не найдем ничего смотри ищет у себя знания в нос это я типа буду понял а сейчас ты будешь вступать ты будешь там вот ты подходишь понял готовишься мы порепетируем слушать смотри смотри либо в мою надо корты где-то найти я чувствую будет весело ребят случался о байдарку здравствуйте здравствуйте юра приехали катас на ребят сегодня андрей мая навчит и данного зеленую на байдарце главное на воде без паники малому шлем мало ли шо голова в воду ударится или веслом заедет себе это тазик интересный такой хотя хлопцы из-за чего было новое большой а то что-то у него он съезжает плавно вот так вот давай давай о лови волну а ну давай сюда теперь батько да я сынови вказевки с берега о щас он перевернется с одной стороны с одной с другой а втім данилу татуи парады не допомагают обманывшись сам на сам за складной ситуацией хлопец разговор все оба ну и все нормально он в жилете всплывет ну шапка немного ему на глаза налезла конечно ни хрена не видно нормально ну все нормально спроба опанувати вислование выявилось они вдалою данило в край засмученный до слова сел и поплыл невдачи сына зазвичай дуже дратують андрей а сейчас папкой короче на нас захочет его поддержать кто подал в перше замясть капкувати андрей підтрима все окей батько на власному прикладі вчить сына высловатый уже вроде бы лучше правой правой только правой правой ну вроде нормально иди снова плавай в своем тазике но он уже в этот раз не перевернется надала даниловю впевненостей теперь на воде хлопец поводится сначно правнейший молодец вас давай еще 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 ну теперь проход подход у папы правильный вы знаете молому даже на самом деле нравится я так смотрю переворачиваться після навчанья настав час для відпочинку давай прыгай отсюда жилете прыгать батько сыном ще николы не проводили час так весело и цепи шло им на користь ну ладно стряска для нас все серьезно а че дальше влаги от пламя малого вот и надо было его завлекать больше в спорт причем не угрозами а больше заинтересовывать его я же в свое время наоборот увлек его вот с компьютер то есть чем сам я ему пример такой подобал я очень много конечно упустил завтра данилу мае ехати до дитячого табора про всяк випадок батько вирішив поговорити с ним по-человечему о да не иди сюда розповісти звідки берутся діти в общем так в природе все живые организмы делятся на два пола мужчина и женщина слияние мужчины и женщины это он объясняет ребенку что его в лагере ждет или что на хрена восьмилетнему ребенку рассказывает всю тему дает новую жизнь мальчиков от росточек ну как у тебя колбаска такая у девочек дырочка когда мальчик встречает девочку она ему понравилась там запах тебе понравился лицо я да допустим ты ее влюбился в ней тебе хочется с ней заняться сексом что папаша объясняет восьмилетнему пацану у тебя колбаска у него дырочки тебе восемь лет там это понравилось все хочешь жахнуть восемь лет понимаешь сумок восемь лет давай правильно ага да по восемь лет у меня это мысль да писюн становится большой у мальчик утром понял и вот таким писюном ты засовываешь ее в дырочку и там все само само вот это выпуск ребята вы сейчас тупо та же самая лайк под видео вот это папа объясняет по моему восемь лет но ты помнишь что писюн большой ты хочешь даст вставляем вставляем через какое-то время краник выпускает немного липкой белой жидкости спешат на перегонки к женской яйцеклетки и вот сам шоке пацан понимает ёперный театр быстрый и самый он вообще в шоке если честно сильный сперматозоиды дети должны быть самыми быстрыми самыми сильными понял нахрен ты малому ну ладно ну можно обучать я не спорю ну сексуальное воспитание окей ну нахрена ты ему в таких подробностях в восемь лет все рассказала мой папа когда уже вставить можно значит замечал ну вроде мне это все получается я уже готов но я знаю у каждого по-разному обычно там в 16 17 лет происходит когда в институте первый раз пап долго ждать ну это еще и пока детская такая либо у меня тоже например садике в школе были девочки которые мне нравились но я с ними не занимался сексом потому что мы еще были дети ну ладно буду сам со своей писькой играть уже когда у меня пошел тогда у меня уже все получилось и самое главное посмотрите на меня в сексе нет ничего стыдного так бог придумал есть у тебя возникнут какие-то вопросы по этому поводу то ли всегда можешь подойти ко мне и спросить папа я хочу вот с этой девочкой там как вы сейчас говорите замутить и я тебе расскажу как сделать как замутить значит берешь сынок бутылка пачка презервативов давай покажи там за нашу семью оторвись ой боги мне кажется просто папаша был чересчур очень открыт чересчур просто у пацана был шок на лице он сидит такой думает оперный театр ч чё так то в вечере данило вперше сам вкладается у лишко пацан думает там о кое-чем о всяких там дырочках дворог я вырасту можливо ирина та андрей урешти-решт дейдуть згоды у вихованне хлопцы так общение мамы с папой они вместе заснули в одной кровати или как до детячего табора пацана лагер отправляем будешь ложить отдельно вот куда-нибудь сюда запихивать хорошо как вы понимаете маме в общем-то тяжело скажи так смириться с тем что ребенок едет далеко от нее надо же везде жопку это жмешь на зеленую кнопочку поговоришь со мной нажмешь быстренько на красную быстренько нажмешь на красную чтобы не дай бог наш сигнал не перехватили сбу телефончик на шейкин что делаем повторить не помню я вам говорю ребят что вы с обувью делать хрен его знает на хрена я придумали мам не знаю телефон в него прячем и что приедешь в рюкзачок сразу обувь выложишь и положишь под кровать все садимся на дорогу мать моя если тебя кто-то обидит что ты будешь делать давать с дачи не ну надо там вот к вашатой подходить потому что сразу какой с дачи сразу идешь и ябедища чтоб тебя потом всем взводом отметили за то что ты ябеда если сам не сможешь разобраться понял по любому вопрос ну все давай ой мамаша бля давай мяч иду в поход вот это в выпуске я вам говорю фууууууууууууууууууг слушался вожатый ты понял меня понял не лез никаких опасностей опасности чтоб на медведя голыми руками в лагере не шел понял блядь вместе с вожатой пойдешь какой то глухоманец слушай не посмотри реальный лес Боже мой, сюда что ли? О господи, я уже боюсь Да по-моему, кто-то за кадром рынул, ребята, вы слышали? Привет, привет Ну что, будем забирать? Не, ну как забирать, а? Как, как, я приехал, вам показался, если вот, вот лайк, судите про то, что мы поехали домой Перепрошу, але батькам не можно в корпус заходить Так все, родители не знают, как там они живут? Ну, че, мы знают? По тому, как рассказывают им дети Не, ну я зайду все равно туда дать Добре, ходим У нас насправді дуже позитивні діти усі приїхали Ой, у нас дуже позитивні, люди, тому не переймайте Слушайте, какой еще как-то у меня не очень самостоятельный там как-то, ну я приучила, конечно, там салфетки, чтобы туалет брать с собой Так, Даник, вот сюда, вот туда не ходи, откуда мы идем, все, будешь возле своего корпуса Слушайте, а как это вот и поужинали, да, и все, да, потом, ну, они наедаются как-то там Готують? И годують дуже добре Ой, скажи, ой, я телефон не запишу вас Телефон? Я же умру, да Она тупо берет пацана и по факту что делает? Унижает, то есть вообще бесценивает Не обижайте моего мальчика, вы поняли, если будешь, то я тебе жопу надеру Да ты, вот ты лупоглазый Хорошо До свидания Да побачим Ой, а тут деньги не надо им? Деньги не надо, да? Ну, да, значит, конечно, мамаша, они будут по клубам ночью тусоваться, бухать и кальян заказывать Конечно, бабло надо было оставить, а желательно кредитку нормально еще дать Смотрите на маму, она реально больная Даня, от вожатых не отходите на минуту Его Даня зовут, его зовут Даня, все, никто не обижайте, защищайте Не веселась ребят, что мамаша больная на голову Спасибо большое, только смотрите за ним там О боже Так, тут девочки, да? Ага, так меня же на территорию не запустят, если я завтра приеду Что она делает? Я забыла спросить, блин, первый этаж или второй Она хочет ему на этаж залезть, блин, как спайдермен Мать, ты что, вообще головой тронута? Капец, боже мой Боже мой, ребенка в лагерь отдала, боже мой, я в шоке, знаете? О, это доктор Извините, а можно вас на минутку? Бля, еще и доктору присралась, на хрена? Извините Извините, а вы врач, да? Да Нет, он чувак просто халат одевает, так интересней ходить А ключей тут нету? Бывает Бывает, да? Ну, это как бы, ну, не опасно, не сильно Я не понимаю вообще мамашу Ага, и питание, нормально как бы? Для клещей, да Что я так переживаю? Ребенка привезла хорошее Я очень хорошее Хорошее, 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 диетическое Все, спасибо Ну, хороший воздух, спасибо большое Всего доброго Мать, она больная, ребята Не дай бог никому такую мамку Слушай, а дети не убегают сюда и сами, не? Да нет, не было с ничего Спасибо, смотрите, моего не выпускайте Остальных можете выпускать моего, это, блюдите Спасибо Дааааааа... До дому Ирина повертает еще пригначенную Я в шоке ребят ну ты здесь согласитесь она не понимает насколько она потом выращивает и на овощи какого-то непонятно же в житте данила опинився далеко пацаны если меня смотришь ты уже вырос слава богу надеюсь что ты с мамой не живешь и ты поменял свое мировоззрение и ты и тебе никто не лежит жопу ты живешь отдельному сам через все хлопец не кови протит ревается недовго 8 лет мать его за ногу о чем вы говорите в лагере ну со михалыч меня папка двое пачки гандонов дал идем сегодня наглядки а 8 лет мать турия 8 лет не таким был то ли что жизнь меняется додумаю на повар я в шоке в гуморе у ребят уже теперь делать теперь делать что он ночевать там будет нужно время проводить пошли в парк вдвоем ты шо вдвоем я и ты муж женой в парк с ума сошел ты вообще пол что ты сказал вообще что вообще она больная на голову ребята реально тронутая мужик как ты с ней живешь вообще как тебе так получилось ты по залету или как как ты нашел такую себе мадам музыка на это гадло в трубочке это сядь не мельтеши успокойся успокойся ничего не произошло увидишь ты своего ненаглядного ты радуешься за него а не ты хочешь тут это вот голову правильно я посмотрю на тебя сейчас все нормально если ты приедешь он там мыть начнет ты шо его забирать начешь или что то естественно данило вкладается спать и ему даже на думку не спадает что вночь на него чекает справжний таберный испит может спать и спитание котолагер не такой интересный знаете спит он на диване где-то в прихожане хрен не пойми где о том то нет это Субтитры сделал DimaTorzok Выходит откуда-то Он утром проснётся такой Так, я чё-то не понял У кого-то там писун встал на меня У пацана крепкий сон, я смотрю так И ещё никогда в жизни Данило не потраплял в такую ситуацию Думаю, так Что делать? Я проснулся, а оно там, я весь в пасте зубной Плохо очень мне стало Хлопцы вырешили, что зубной пасты в ночи для Данила за мало И после снеданки выгадали новий выбор Решили гоп-стоп сделать, да? Иди сюда Пацан такой Я ухожу Я ухожу Я ванал эти разборки Я скажу так Это сейчас происходит у него жизненный опыт Да, то есть, чтобы он научился постоять за себя Мне кажется, что это попросила съёмочная группа Чтобы они до него доколупались И как малой поведёт себя Он же тоже научится защищаться от себя в жизни, правильно? Ну, це від нього вимагает Он никогда в жизни не потраплял в схожую историю И не знает, как себя поводит Пацан отхватывает Он сейчас пойти маме пожалуется Я сейчас маме позвоню, бля, пацаны Сейчас всех порешаю А он сейчас все равно позвонит, пожалуется Данилові не подобается ставление до него однолетки Він сумует за мамою и хочет поехать из табора Хочет к маме Ну, я малого тоже понимаю Но пытается принести ему жизненный урок Итак, ребята, продолжаем из того, что нашего мальчика отправили в детский лагерь И над ним там издевается Но мама его чересчур залюбливает Но пока еще маме не звонил Вечер наступает день мероприятий И там концерты Но пацан не особо хочет уйти Чтобы дальше узнаем прямо сейчас Кривдники Данила теж у залей А сейчас желающие могут выйти на сцену и станцировать танец за Богом Танец влюбленных Ніхто не наваживается зробити перший крок и выйти на сцену Пацан думает Врешті-решт насмілюється Данила Серьезно? Він швидко знайшов собі пером Хлопцеві здається, що таким геройским вчинком він завоює повагу ровесників Пацаны думают, нормально, он девку подцепил Хлопці, які ще кілька годин тому влаштовували Данилові нелегке життя Тепер спостерігають за ним і з подивом, та заздрістю Саме артистичне Трозу поняли, що це Пацан, да, пацаны Слушай, я тебе вже розказую Короче, як не подошел, замутил телефончик взял Короче, сьогодні гуляємся вместе І вже на дискотиці він зовсім освоївся Хлопці, які ще зранку цькували, потепер побудеться з ним нерівник Данило розважається, що є силе І вже зовсім не сумує за того Ого, хлопці, пацана понесло-то, а Нужно була ігрушку какую-то дати А вдома батькам вкрай бракує сина Ці лісінькими днями подружжя тільки той робот, що дивитися битва Не рушь дитину, жість, хай пацан вдохнє Он там взагалі вже став главарем банди Поехали вже сьогодні Ну я не знаю, ми приїдемо, а якщо йому там добре А йому там добре Попри зовсім не тривале перебування у дамі Данило отримав корисний досвід спілкування з однолітками І коли настав час від'їжджати Друзям шкода було розлучатися Все, пацаны Вступайте Подводимо итоги недели Ірина, Андрей, приветствую вас Мы с папою погибаємо Подожди Верните нам ребенка Нам нечего делать Займитесь друг другом Молодые Стоп, а правилом было этой неделе Что папа должен приготовить Сыном Подарок для мамы Это надо было сделать Не в эту неделю Типа, да, а можно и потом Красивые А вы ребенка терзаете Вон наше все Как-то, я не знаю Конечно Только от того, что он ваше все Ему плохо Потому что вы его в лагере не отпускаете Ну, мы как-то уже Скрипя сердце, я думаю Потерпим А может быть, там и продлим ребенка в лагере, а? Чего? Я сейчас ему в морок буду Нет Кстати, вы заметили, что вы Друг с другом общаетесь через ребенка? Ну, вот сейчас это обнаружилось, конечно Даня был клей, да Он нас склеивал Вы понимаете, что вы Возложили на хрупкие плечи вашего сына Непомерную ответственность За ваше счастье Вы должны уметь быть счастливыми и наполненными без него Ну, в смысле, когда его нет рядом Да, как-то, не знаю, не получается Пока привыкаем еще Ваша любовь, проявляемая вот таким вот образом Она ему во вред, а не на пользу Потому что сейчас он становится самостоятельным Наконец-то У него появилась возможность жить своей жизнью Я аж этому в шоке, удивляюсь Я даже не думала, что такое может быть Недовольны, правда? Потому что сейчас ему хорошо Да, мы рады, конечно, за него Потому что ему реально хорошо Ну да, он расслабился, а мы, получается, не можем Да, совершенно верно А ведь когда он вернется И он увидит, что вы без него страдали Вы понимаете, что он может Вину даже испытывать Да, начать испытывать чувство вины И тогда он запретит себе вот эту вот свободу Чтобы не расстраивать вас Хочется его увидеть Как без ноги, знаете, Дмитрий Я предлагаю вам посмотреть на дверь Загорелый? Ах ты все Уходим отсюда, все Нет Понравилось тебе в лагере? Очень Да Это он друзьями Конечно В следующем году поедешь в лагерь? Да Нет Посмотрите на своего сына Ему там понравилось Пацан, сынок, тебе понравилось? Нет, не надо больше Мама, мне понравилось Нет, нет, нет Будешь дома сидеть Мама, я не хочу дома Будешь дома Мне так нравится Их ты ушан Мне кажется, что Я бы ее перегрел бы, ребята, честно В лес в глазах стоит Ваших вот этих вот мучений Правда ведь? Тем более, что он там друзей себе завел Молодец У тебя кофтики и рыбки, друзья твои Есть еще неделя в лагере Мы можем ее зачеркнуть Если вы мне пообещаете Что в следующем году Вы отправите сына в лагерь Обещай Боже, я же такая, если я обещаю, то я исполняю Конечно Да, хорошо, обещаю Обещаете? Не сделает она это Общите на ее лицо Она думает так Я вроде бы ноги скрестила Пальцы зажала Все нормально Здорово Все, мы отвоевали твою свободу Готовы услышать новое правило? Да Ой, конечно С дрожью, ну давайте Первое правило Найти друзей Вам нужно будет обойти Каждую квартиру Постучаться Представиться Сказать, что вы новые соседи Новые соседи, которые живут там уже 20 лет У вас здесь замечательный сын Поинтересоваться, есть ли у них дети Ну и пригласить Добрый день, вы верите в бога? А дети у вас есть? С божьей помощью будут На пикник Да, мы возле дома сделаем пикник Возле площадки Ну хорошо Красавчик, мангал возле площадки разожжешь Отлично, прям лучшее место Там сразу кострик завабахаешь Прям в песочнице Правило номер два Остров сокровищ О-о-о Да Уже боюсь Не бойтесь Мы отправляем Данила На один из островов Днепра Где он будет искать клад Хочешь найти клад? Хочу Хотите, тоже пойти с ним Но Не вы ему будете говорить Что делать, куда идти А он Договорились? То есть он будет главным Я буду главным Ясно Слушайте меня Согласна? Согласна А здесь карта Где этот клад искать? Держи Сейчас ее не открываешь Более подробные инструкции О соблюдении этих правил Держи Ну а мы с вами увидимся Через неделю Ну давайте посмотрим По квартирам пойду Буду скучаться Или как Скажут Ты откуда взялась И вообще иди отсюда Пускай папа идет Я не пойду Ну по квартирам я ходить не буду Вот и вы поняли правила Господи, ребята Вообще легко Папа пойдет Я не буду Все Значит Я не настолько социально активный Пускай мама ходит И это получается Красавчики Просто молодцы Пусть она идет Это ребята Пошли посидеть Я не представляю Как это все будет Как это будет Если бы я приблизительно Руки познала Хотя бы Какие дети Где живут Сьогодні головички Мають пройти Новое выпробование Запросить сусідов На барбекю Проте вони Ну тем более Им нужно ходить по квартирам Не просто Здрасте Блин Мы ваши соседи Просто Мы вас сидим Будем сейчас под домом Шашлычок жарить Идем гулять Мы решучи бороться Это же правило Давай Я сосед Я сосед Подсказывай Алло Нет Ты звони Алло Кто там Здравствуйте Мы ваша новая соседочка Давайте так Если одному отказали Заходим в второе Кто быстрее успеха добьется Ну шо Идем Давай Пошли искать друзей Пошли искать друзей Ты что-то я склоняюсь Как это оружие с собой взять Дружить будем? Точно подумал Скорей, скорей, скорей Да, не трогай, не трогай А лишь с первого этажа, да? Угадайте, кто мы Мы ваши новые соседи Которые же полтора года живут И вас не знают Полтора года? Я здесь, Хер Сейчас я Походу тут детей нету Есть собаки Она это как поняла? Говном не воняет Вроде нормально все Собакой чувствую пах Как она это поняла? Она экстрасенс? Ну что ли послышалось? А только там никого нет Позвонил и убежал Пацаны на свал Ой, здрасте Ой, а у вас мальчик вроде есть, да, такой? Приблизительно нашего возраста, нет? Что с Валерой? Где Валера? Что, умер или что? Наш мальчик 11 лет Мы хотим вас пригласить на пикник В воскресенье Нет, мы не идем Мы в Бога не верим До свидания До свидания Першая спроба И перша невдача Антрия Визникова И далее он идет неохоче Это не для наших широт правила Я же делаю Давай, давай Проте Ирина Налаштована решуча 64, 65 Ты меня заплачка Добрый день Вы верите в Бога? Здравствуйте Будьте без... Извините У вас нет деток лет 6-8-9? Я только в кошке И отец пенсионер Так что я думаю А вы не знаете тут, чтобы мне звонить? Тут есть очень маленькие дети Вообще маленькие, да? Может ниже, выше не сориентироваться Шестой этаж Шестой этаж туда, да? О, спасибо огромное Извините, пожалуйста Извините Шестой Доброзичливість сусіда Надихнула родину Продовжити пошуки Здравствуйте Будьте без... У вас нет деток лет 6-8? Нет, у нас 9-10 Подходит О, а можно... Мы только недавно вселились Мы хотим своему сыну найти друзей В нашем доме Да По соседству, который живет Мы хотим вас пригласить На... Здесь под домом В воскресенье на пикничок Пикничок, да Хорошо, конечно А в каком ты классе? Первый закончил А первый, а он же йшел в четверку Старший друг, конечно Я мечтала старше А у вас в каком этаже? Мы на первом живем Да А как вас зовут? Галина Васильевна Галина Васильевна Тогда мы в воскресенье зайдем Где-то на 4, да? Хорошо, хорошо Спасибо большое Не планируйте на воскресенье, если можно Мы вас приглашаем Спасибо Спасибо, очень приятно было До свидания Після тривалих пошуків Головецких запросили Еще деколька семей, Які були вдома Ирине и Андріїві Навіть сподобалося Шукати друзям Закупавка в начале злая была В певненості Наступного ранку Вони захоплено Почали готуватися До барбекю В меню запечена риба Та курка з овочами Усе мы же готовы Проте сусіди не поспешают Виходите до двору Здравствуйте, это Ира Ну что, вы выходите? Нет, да Кто не хочет? Меня на халяву пригласили Посидеть поездить Там вийдут они, Господи Ого, мяско, рыбка Мастрий подружжя Вже зовсім зипсувався Коли рептом Почали сходитися сусіди О Все, понеслось Меня зовут Ира Это Данилушка А это Андрей Наташа Это мой сынок Ярославчик Привет, Ярик Нам сколько? Четыре годика Мы среди вас все самые маленькие Нам всем А мы тоже ваши соседи Ближайшие Меня зовут Лариса Это Лавр Привет, Лавр Да Восемь з половиной лет Третий класс Побоювання господаря Виявилося марным Ну, выпьем, да? На пикник навідалося чимало гостей Усі з задоволенням Частувалися здоровою Та корисною їжею Здоровий Батя, я не знаю Привет Привет Спасибо, я нагрузил Та головне Батьки радіють за Данила Який зустрів справжніх друзей Отже, проблема спілкування Мало счастлив Нарешті вирішена Ну, да Встанем тогда, да Я буду прийти Нормально, здоровое слово Вижу, бухло стоит Главное, что они кушают Здоровую еду Бухлішка стоит Там, наверное, что еще? Здоровая еда Всем, братан, хорошие должности Обещаю Смотри-ка Держи, мама Я быстренько, чтобы она не зашла Быстрее Говори, что нельзя и все Под любой предлог Наступный день Розпочався З метушники На минулому тижні Андрій с Данилом Почали готувати сюрприз Для мамы Любовь 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 Настав час Його продемонструвати Сюда не заходить, мам Туда не заходить А туда можно Туда можно Заходи в комнату к себе Вот сюда, сюда Даже туда не повернуйся Сиди там Все, не выходи только И не подглядуй Хорошо Сьогодні Андрій и Данилу Вот этот Мамаша рядом с приколом Все Выходить? Нет, не все Давай боком Открывай дверь Боком дверь открывает Мамаши скажут Типа хай выглядит Типа на балкон Солнышко моё Ирина О, Ирина Венестворение Дивная Ирина Я вам оплод Я вам оплод Любимую соперник В сеть обмана Не завлечёт Не завлечёт Венестворение Дивная Ирина В любом бою В любом бою Я докажу Я докажу Я докажу Я докажу Я докажу вам Преданная Ирина Любовь свою Любовь свою Любовь свою Любовь свою Пацан, конечно, выдал Обожаю, обожаю Супер Это что за мексиканцы такие? Педро и Хуан Нормально Больше имён норма Педро и Хуан Это удивили вы меня И это ещё не всё Ещё не всё? Да, выбирай ресторан Я приглашаю тебя В любой ресторан города Андрей забыл купить Квитки для коханой Проте Кумбы нарвёт Сейчас я как-то вернусь туда Затем Споймала квитку Я смотрю Что малой Что мама Что ловит Примерно одинаково Это от мамы перешло Лише с третьей спроби На, ты, кой тебе Даня, целую ручку Понятно Оу Вже наступного дня Жёнку чекало продовження сюрпризу Романтичное побачення С чоловиком Ресторан вона обрала Не випадково Тиждень того Потайки від чоловіка Ірина почала відвідувати Студію східних танців Сьогодні вона готова показати чоловікові Наскільки його кохає Десять минут Десять, двадцять минут Андрій давно не призначав дружині побачень Впоратися з хвилюванням Йому не допомагає навіть розважальна програма ресторану А їй ліць закроє, типо, да? Та він її візнає Ну, бляд, шо, глаза не візнав або що? Оп, зразу Ой, не зразу візнав? Так, звісно О, улыбнувся, открой Скали не узнавай О, улыбнувся, открой О, улыбнувся, открой О, хепі ент в конце Чоловік у захваті від виступу дружини Він навіть гадки не мав, що Ірина, яка живе лише турботами про сына, здатна на щось схоже. Я сразу знал, да? Я твои глаза не спутаю ни с чем. Я переживала, Боже, так переживала. Все забыла, Боже, стыдно. И как все получилось у тебя красиво? Так я хотела тебе вообще все красиво показать. Ладно, дома. Ага, вечером. Угу. Угу. Танець зблизив подружжя. Вони давно так не дивилися одне на одному. Тепер можна кушати, да? Ірина знову повернулися у ті роки, коли були юними та неодруженими. Ну давай за нас, за нашу сім'ю, щоб росла она. Вот так вдвоем, щоб ми строго, такого ще не було. Всегда ми или з Данилом, либо там в гості куда-то йдем, там люди, т.е. ще кроме нас. А вдвоем это еще в молодости, помню, мы ходили. До Даника еще были такие моменты. Мама наша буквально расцвела, и это видно было. Но она гармонично, даже вот сравнить с девочками, все достойно было. Наступного дня родина Головецких вирушает на пошук скорби. А, клад искать еще, точно, уже завел про это правило. Скорби заховані на одному з островів Дніпра у Київській області. О, вот указатель, ребятки. Вот он клад, ех! О, стой, мы идем по карте. Да, по карте. Головецкий подумал, что таки приехали на лодке. Все, ребят, нашли, сворачиваемся. Остолько захопила атмосфера острова, что не встигнувши, як слід, усе роздивитися, вони спритно взялися до пошуки. Шляпа. Верься с картой, тот или не тот. Я беру скелета. Не надо, не надо. Фу, Даня, смотри, проверь, то оно или не тот. Та, то. Так, нам сюда. Першу підказку стереже тварина, якою Ирина дуже боится. Козлик. Секай, Даня, он бодается, смотри. Ой, блин, блин, ой, не хочу. Даня, текай! Андрей, ну боди тебя зрою. Он тебе съест, Даня. Хорошая, смотри. Маша, Маша, как тебя зовут? Ну, ну, хорошо. Стань спиной кресту 106 шагов и прямо. Где крест? А вот он! Держи. Северо-запад твое направление. НВ, норд-вест. Раз, два, три, четыре. 82, 83. Я вот какое-то вижу обожженное дерево. Оно, да. Бутылка. Фу, я даже не буду ее открывать, там какая-то липкая паутина. Зачем нам тут клад? Нет, нет, нет. А чего ты я? Я отказываюсь слушать приказы капитана, который трусит. Иди, доставай, Дань. Что? Доставай. Там есть записка. Я не доставай. Капитан біжет с кораблях. Я манал пацаны, дальше без меня. Дуже боится Тарганев. Чи вдеся ему подолати свій страх? Нужно достать записку. Нет, вы не доставайте. Нет, нет, пусть он сам достаёт. Тихо, ты же милетка, я сейчас не сихну. Это всего лишь насекомое. Не боюсь. Нет, я туда не пойду. Вот это капитан у нас. Ух ты. Давай, давай, иди сюда, смотри. Вот там на самом краешке. Осталось только подойти и взять, и всё. Всё, пошли. Я достала, там ни одного. Наверху, пошли. Всё, не бойся, ты со мной. Давай быстро хватай, пока там нету Таракана. Там не есть Таракана. Бери, бери, быстро. Бутки закраюши. Раз, два, три, взял. Давай, давай. Нет, давай. Всё, смотри, уже они разлетелись. Они разлетелись. Это первая большая победа Данила. На шляху до скарбов его чекает ещё много выпробований. Но теперь все они, хлопцы, до снега. Андрей, я бы что нашла? Яйцо страуса. Как ты залезешь? А, не. Конечно, ты полезешь туда, только не упади. Абы дістати наступную подказку, Данилови треба... Так, пацан посовывай, да? Нет, голову не просовывай туда. Шляпку пока снили. И еще не повесился. Тому Ирина не дозволила сыновей навіть подойти до драбин. А сейчас женщина с гордостью спостерігает за тем, как он лезет в горло. Какое-то яйцо там. А, там указатель! 39, 40, 41, 2, 43, 4, 45, 47, 40, 49. Бутилка? Нарешті родина вийшла на фінішну пряму. Текай, дай. Сухую корову ти должен натискать. Раз. Сухую корову? Пять. Шесть. Дайте, вы туда, а я сюда. 56. Что? Нашли? А что это за кости мамонта? Так, смотри-ка, что мама нашла. Сухая корова. Я не побачила кістку, під якою заховані скарби, але не збагнула цього і пересунула її. Тепер це оскладне завдання. Правильно? Де лежала кость? Вот тут лежала кость. Давай. Копай. Просто вони весь пляж перекопають, а клада нету, да? Ого. Не. Не. У нас, конечно, погрузи. Де кость лежала? Блин, вот тут лежала кость, реально. Стой, я сам хочу. Копай. Подожди, Даня, тебе ж тяжело. Я сам хочу копать. Да руками грибы. Копай, копай, копай. Я так и думал. Корабельная цель. Здесь были моряки. Подожди, откопай сверху ще чуть-чуть. Комсомольцы не іщут легких путей. А усю семью ухопив справжній азерты. Ну-ка, папа покажет мастерство. Раз, два, взяли. Ого. Что-то звенит. Ты станеш? Это сейф. Достали. Ключ открывай. Осторожнь. И шо там? Я так и знал. Пьяна. Вы на хранете все высыпали. Это вам семечная группа будет несколько часов. Більше години Головицьки рахували скерби. А, для тех. Тысяч. Я свою часть забрал. Вдомлені, але задоволені Головицьки попрямували додому. Победі. Тут, 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 тут. Тут, тут, тут. Тут, тут. Все, подводим итоги нашего выпуска. Ирина, Андрей, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, хвастайтесь, как прошла последняя неделя? Очень увлекательно. Ярко, насыщенно. Вот, поиски клада, это вообще безумно интересно, красиво. Данька в восторге. Встретил одноклассников, рассказывал там захлеб. У них глаза круглые, все собрались вокруг него, слушали. Вы же понимаете, да, что подобные мероприятия вы можете организовать самостоятельно, без нас? Ну, конечно. Было бы неплохо, чтобы это стало в каком-то смысле хорошей традицией. Каждый год мы с семьей отправляемся искать клад. Для него это будет масса впечатлений. Для вас повод провести время с ребенком. Я думаю, что будет замечательно. А вообще, как вы оцениваете свое участие в нашем проекте? Шикарно. Не все удалось нам до конца, так скажем. Но у нас еще есть время впереди. Что будете подтягивать? Физическую культуру прежде всего. Самостоятельность. Да, я как раз хотел об этом сказать. Сам маме высказывать, я сам это буду делать, мама. Отлично. Если честно, то меня очень радует динамика вашей семьи. Несмотря на то, что у вас были трудности в доме, в доме, в доме, в доме. Продолжение следует... Что скажете? Пойдет. Впечатляет, да, в хорошем смысле. По сравнению с предыдущей фотографией. Заметь, на 40 не выглянет. И это хорошо. А самое главное, это благодаря вам. И нашему фотошопу спасибо большое. Вряд ли он так будет увидеть 40 лет, но мы постарались. Если вы сумеете вот правила, о которых мы здесь с вами говорили, оставить в своей семье, сделать привычкой... Папашу я верю, мамашу вообще не верю. А то еще лучше. Честно, не верю. Я очень надеюсь, что вы и дальше будете продолжать следовать выбранному направлению. Договорились? Договорились. Тогда я спокоен за будущее вашего сына. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Минув месяц после завершения проекта. Прошел месяц. В родине Головецких есть позитивные изменения. Моя жизнь не изменилась. Раньше она была такой... Она меня не любила, а сейчас много чего изменилось. Я друзей завел. Мои отношения наладились с мамой и с папой. Родине Головецких настолько сподобались экстремальные вы пробования, что они сделали их доброю традицией. Ну что, ребятушки, вот мы и подошли к концу. Ну, как-никак, хэппи-энд. Если вы хотите, чтобы дальше выходили, дорогая, мы любимая, детей, то вы знаете, что нужно сделать под роликом. Спасибо.